Духовность Расскажу вам о том, как мы можем подходить к проблеме духовности, что это такое. А потом мы пообщаемся, вы напишите, вот на стол сюда передавайте записки, и то, что вас интересует, на что я смогу, в состоянии буду ответить, я отвечу. То, чего я не знаю, скажу вам откровенно, что я не знаю. Вопросы можно задавать в любом направлении, в любой тематике, и не бояться здесь таких острых тем, потому что иначе наше общение будет как бы сковано. Будем пользоваться той возможностью свободы обменом мнением, которые сейчас есть. Какие-нибудь, может быть, есть дополнения, предложения? Я думаю, что так будет наиболее целесообразно, как обычно мы проводим встречи все в разных местах. Итак, тема духовности. Признаться сказать, что раньше слово это у нас вызывало самую негативную реакцию. Даже сама психология была предметом особым. Наукой без предмета изучения. Потому что психия – это душа, а души нет, значит, изучали практически то, чего нет. Так вот, одна крайность была. Духовность как бы перечеркнута. Старые, запотопные слова. Потом мы легко включаемся в другую крайность. Слово «духовность» употребляется как попало, где попало. Быстро на вязаных зубах, как у нас это принято. У нас есть такой, в общем, рефлекс. Все превращать в желательную резинку. Но я хотел бы поставить вопрос о сути дела. Не в смысле модного употребления, когда у нас по духовности понимают какие-то телепрограммы. И ходит человек в театрах или не ходит. А, по сути дела, духовность – это то, что отличает человека от животного. Вы прекрасно знаете, что современные открытия в области пареоантропологии показали, что наши очень отдаленные предки, еще не пятикантропы, а родственники австралопитетов, уже имели прекрасное прямоходящее походье. По-видимому, каким-то образом неплохо общались между собой. У них не было особенно высокоразвитого мозга, но все-таки они возвышались над остальными живыми существами. Тем не менее, это были еще не люди. Когда появляется Homo sapiens, человек, с того момента, когда мы находим черепа в тождественной современной антропологической структуре, и вместе с этими остатками, отменевшими, мы находим следы искусства и религии. То есть, человек является особым существом, стоящим на грани двух измерений. Одно измерение мы можем условно называть материальным, другое духовным. Материальное подведомственное изучение естественных наук, оно возможно, его возможно зарегистрировать различными приборами. Духовное такими приборами не регистрируется, оно находится совершенно в ином плане. Когда нас пытаются убедить, что борьба за место под солнцем, борьба между народами, расами, классами, воины и так далее, что это является главной сущностью человеческой истории, то очень легко забывают, что эти события, действительно производящие впечатление важнейших, на самом деле, в принципе, отражают животную сторону человека. Борьба за место под солнцем, борьба с чужаком, защита своего очага или проникновение на чужую территорию, в конце концов, проблема пищи, размножения территории. Вся геополитика средины 20 века строилась на проблеме территории. Но если мы рассмотрим зоопсихологию, хотя бы в сфере приматологии, то мы увидим, что проблема территории столь же горячо волнует наших собратьев и обезьян, живущих как на земле, так и среди деревьев. И не только обезьян. Когда мы весной, вот скоро уже, в нашу раннюю весну, будем встречать птиц прилетных и будем с радостью слушать пение, скажем, скворца, который сидит в своем скворечнике, это заявление о своей территории, он застолбил свое место. Так вот, именно вот эти животные стороны человеческого бытия, ну, разумеется, гомонизированные, то есть, очеловеченные, потому что человек все очеловечивает, за что бы он ни взялся, даже процесс принятия пищи. Так вот, эти стороны человеческого бытия, нам казались основополагающими, важнейшими, как было принято тогда выражаться, базисными, это взято из архитектурных элементов сравнения, как базис у колонны, на этом все стоит. Но это, безусловно, многим казалось спорным. Спорно уже потому, что, скажем, химические и физические процессы, которые лежат в основе подготовки красок, масляных красок, темперных красок, акварельных, никогда не могут исчерпать самой главной сущности красоты, созданного с помощью этих красок произведений. Что есть нечто иное, что в конце концов является высшей целью. Разумеется, создать живописную картину без красок нельзя. Но это ни в коем случае не может подменить химию и физику красок созерцанием красоты. но в спорах о том, что является наиболее важным в человеческой жизни, столкновение тех, которые считали, что идеи движут миром или голод движет миром, в конце концов решающим оказалась сама история, сам ход событий, в котором мы с вами все непосредственно участвуем. Я бы не хотел, но вынужден употребить уже навязший на зубах у нас термин, который прозвучал с высоких трибун человеческий фактор. О нем сказали, как о факторе забытом. Вы представляете, до чего мы уже дошли? Мы дошли до того, что в истории людей, человеческой истории, мы забыли о человеческом факторе. Мы, собственно, забыли, зачем мы едем, куда мы едем и для чего все это делается. Мало того, что мы забыли, мы забыли, что такое человек. То, что он нуждается в пище, жилье и одежде, это же не есть свойство человека. Мы уже с этого с вами начали. В одежде, в пище нуждаются живые существа, но они одеваются там по-своему, у них есть шерсть, другие способы защиты, есть искусственные способы защиты, скажем, у ручейников они создают себе домики, борьбы стоят себе хатки. Я могу перечислять без конца, многие из вас знают, как устраивается в этом отношении животное. Но фактор человеческий, специфический фактор был забыт. Ну что ж, иные скажут, упустили что-то, но оказывается упустили важнейшее, упустили то, что составляет средоточие нашей жизни. И этот трагический изъян стал роковым образом отражаться как раз именно на материальной стороне жизни. И на духовной, и на нравственной. и на всех сторонах жизни. Я уверен, что я не ошибусь, если скажу, что главной причиной всех кризисов, которые потрясают наше общество, является забвение человеческого фактора игнорирования. Да что ж такое фактор, когда всего каких-нибудь 45 лет тому назад на памяти большинства и здесь присутствующих человеческой жизни была ничто. Можно было раздавить вообще как мух сотни и тысячи людей и не вздрогнуть при этом. Развелась психология совершенно бесчувственных палачей, которые, как вы это знаете из пресс, которые, имея позади себя бесчисленные жертвы, они в конце концов уже перестали ощущать, что происходило что-то недолжное. Да что такое человек? Как говорил поэт, голос единицы тоньше писка. Вы все это знаете. Вот с этой идеологии, голос единицы тоньше писка, и начинается пренебрежение человеческим фактором. когда это пренебрежение начинается, то еще незаметно куда пойдет процесс. Это практическая проблема, это жизненная проблема, затрагивающая людей всех взглядов, агностиков, сомневающих, скептиков, верующих, неверующих, всех. Потому что в конце концов мы отказываемся от человечности. и безнаказанно это пройти для человеческого общества не может. Более того, вся история человечества, по крайней мере, на письменной ее памяти заключалась в том, чтобы возвышаться, преодолевать те животные, биологические узы, которые нас ограничивают и сковывают. вспомните о том, что ученый, поэт, художник, мыслитель очень часто пренебрегал элементарными вещами, которые манят людей. Иногда жертвовали своим временем, удобством, местом, отечеством, многими вещами, семьей. Почему? Потому что это оказывалось доминантой более существенной. Разумеется, циник может нам сказать, это все идеализм практически, а на самом деле всем двигает элементарная страсть. Опять-таки, там, голод, желудок, пол и все прочее. Да, так легко говорить, но это называется играть на понижение. Это значит с мизантропическим взглядом, пренебрегая вот этим самым зачатком в человеке, его подлинной человечности, не давать возможности развиваться его настоящему Я, которое единственное возвышает и поднимает его над природой. Вы все хорошо знаете, вы люди науки, вы знаете, откуда проистекает все, что происходит в нашем организме. Как возникли наши волосы, уши, зубы, как возникла наша кровь, мы находим во всей природе, во всем многообразии физических и биологических процессов источники и прямые аналогии тому, что совершается у нас в теле. Да, в этом отношении мы плоды биологической эволюции, мы дети природы, и выходя из ее круговорота со смертью тела возвращаемся обратно в ее круговорот. Но мы себе задаем вопрос другой. А где же мы почерпнули, в какой области природы, в какой части таблицы Венделеева или еще каких-нибудь других сферах реального физического бытия, мы почерпнули бескорыстную жажду знания, мы почерпнули понятие о добре и зле, мы почерпнули самосознание, которое отличает человека от животных, саморефлексию, мы почерпнули способность к высокому абстрактному мышлению, к мистическому переживанию, переживанию красоты, которая в конце концов становится необычайно сильным импульсом духа. Этого в природе нет. Как все физиологические процессы нашего тела вместе с элементарными рефлексами есть не наше изобретение, а дар окружающей нас природы, который мы обязаны ценить и уважать, ну, как скажем, нашу мать, выражаясь метафорически, это дар ее, священный дар, потому что мы уже люди, мы понимаем, что такое мать в глубоком смысле слова. Но наше я, неповторимое, наша личность, единственная в своем роде, является тоже даром, но не матери природы. дело в том, что личностное начало является специфическим и ведущим духовности, то есть в том, что определяет самого человека. Именно личность создает все великие шедевры в области поэзии, философии, живописи, в других видах творчества. Вы прекрасно понимаете, что, скажем, история поэзии это не история каких-то толп, которые, собравшись хором, что-то сочиняют, а это история личности, которая пережила, через себя провела весь мир и создала новый мир. И художник, когда видит окружающий мир, он на своем полотне или в своем извоянии создает свой мир, он творец. И поэтому так важно и так необходимо прийти к нам мысль о том, что личность человека это высочайшее в природе. И прививать уважение к этому необходимо не просто из какой-то абстрактной этики, а как теперь мы уже видим, это необходимо для всей нашей социальной жизни и нравственной жизни. Как вы думаете, возможно ли было при глубоком уважении к личности те трагические, те страшные, те бесчеловечные процессы, о которых сейчас без конца говорят средства массовой информации, о которых мы многие отлично знали в свое время, а для многих это стало откровением. Они стали возможны, потому что личность превратилась в средство, в средство для достижения каких-то совершенно целей вне человека стоящих, абстрактных, а реально это были цели тех, кто воспользовался ситуацией и легко манипулировал людьми, превращая их в массы. Вот уж, друзья мои, где гаснет человеческая духовность? В массе. Когда человек превращается в массу, тогда его особенность теряется. Он теряет способность к объективной оценке ситуации. Массу очень легко натравить сначала на одно, а потом на совершенно противоположное. Массой ничего не стоит манипулировать. Масса это не просто скопление людей. Вы понимаете, я имею в виду особое, так сказать, состояние общества, особое психическое состояние, которое безусловно является регрессивным. Человеку свойственно, подлинному человеку, свойственно проблема выбора личного решения в этом его величие. Масса несется в одну сторону, как антилопы гну, спугнутые львом. Они ничего не разбирают, ни дороги, ничего, они готовы нестись. Ох, как легко такие массы загнать куда угодно. И счастье, если случайно окажется загонщик более гуманный, но, как правило, в истории эти загонщики и гуманными не были. Таким образом, мы все более приближаемся к практической, жизненной, социальной, экономической и политической важности осознания того, что человек есть существо духовное, и что нельзя эту его специфику центральную, нельзя ее снижать, пренебрегать и считать ее вторичным, наносным, надстройкой, чем-то еще. Тогда вы спросите, а все-таки, что же это за свойство такое духовность? И вот тут мы окажемся с вами в очень нелегком положении, весьма нелегком. Это огромное философская трудность. Она заключается в том, что здесь перед нами некий аналог, ну, скажем, принципа неопределенности в физике. Дело в том, что духовность мы познаем духом же. Здесь у нас нету возможности выйти за пределы вот этих двух моментов познающего субъекта и объекта, которые он познает. Потому что мы заключены внутри этого. Материю мы можем еще как-то определять. И то, как вы знаете, определение материи, в общем, все более и более сложно становится. Еще в начале нашего столетия, а уже потом с каждым поколением ученых эта проблема становилась все более тонкой. материя это то, на что сознание смотрит извне. А дух это то, в чем сознание живет. Поэтому всякое абстрактное, всякое схематическое определение духа всегда будет безнадежно условным и недостаточным. Я бы сказал, оно будет всегда негативным. То есть, всегда проще сказать, чем дух не является, чем сказать, что такое дух действительно. Более того, в истории философской мысли и в истории религиозных мировых учений высшей точкой мысления о последней реальности, о предельной реальности. Всегда был тезис, что эта реальность адекватно может быть выражена только в негативных терминах. Мы можем сказать и знать, чем эта предельная последняя реальность не является, но всякое наше позитивное определение, положительное определение, оно будет всегда земным, ограниченным и, следовательно, не полностью адекватным. Поэтому еще древний китайский философ Лао Цзи говорил, что дао, которое может быть названо, не есть вечное дао. Это уже тогда присутствовало, за несколько веков до нашей эры присутствовала эта идея. И на самом деле в истории мысли путь вот к этому познанию он в конце концов привел и к пониманию особой миссии, роли и места человека. Оказывается, человек отражая в себе природу мироздания, отражает в своем внутреннем духовном существе вечную природу невыразимого, непостижимого, неописуемого. Таким образом, мы стоим между двумя безднами, между видимым миром и миром духа. И именно потому сложность нашего существа столь своеобразна, столь противоречива, я бы сказал столь трагично иногда. Меня как-то на одной встрече спросили, вы могли бы в одной фразе, в одном предложении сформулировать, какова цель человека и человечества? Я мог найти только один ответ с нашей, с христианской точки зрения, что в Библии говорится о том, что человек создан по образу и подобию Божию. Это как раз то, о чем я сейчас вам говорил, но другими словами. И чем ближе он к своему первообразу, тем ближе его цель. Чем ближе он к тому совершенному и непостижиму, тем прекрасней и гармоничней становится его жизнь, несмотря на возможные трудности, борьбу, несмотря на возможные жизненные трагедии, катастрофы и преодоления. Более того, сам процесс преодоления, сам процесс борьбы является не какой-то теневой стороной нашей жизни, но именно очень важным рычагом для того, чтобы человек превзошел самого себя, каким он является ныне. Я в истории знаю только одного последовательного атеиста в истории мысли. Таковым был Фридрих Ницше. Все остальные атеисты были непосредовательными. К тому же вообще я не верю в атеистов, ибо представление о Высшем смутно присуще каждому человеку. Оно просто принимает разные формы. Так вот, у Ницше это приняло форму Нюбермэнч, сверхчеловек. Конечно, это была бредовая фантазия, но в одном он был прав. Человек, как он есть теперь, должен всегда стремиться к тому, что превышает его духовный уровень ныне. Человек всегда должен иметь идеал не в смысле абстрактного кодекса из таких банальных каких-то поучений, а живой и реальный идеал. Это дается только при непосредственной встрече с самой бесконечной реальностью. Но как спросите вы может человек встретиться с бесконечной реальностью, когда нам даже недоступны нашему мышлению и сознанию нам недоступны представления о грандиозности вселенной. Мы можем в цифрах выразить огромность мироздания, но дух наш теряется как фауст перед духом земли, который он сам вызвал и перед которым он упал в страхе и ужасе. как это сделать, как это возможно и возможно ли это? Первоначально люди отвечали на этот вопрос так, возможно, но только когда дух человеческий разорвет свои индивидуальные границы, когда он сольется с мировым целым. Это была первая стадия, первая фаза свойственной мистики Индии. Христианство отвечает на это по-иному. Оно говорит, что есть момент в реальной истории, когда вечность заговорила с нами и она отныне продолжает говорить с нами. Есть историческая точка пересечения бесконечного и вечного, бессмертного и смертного. Эта точка потому и называется радостной вестью по-гречески Евангелием. В этой точке молчащее неописуемое единство Вселенной заговорило с нами человеческим языком. Вот почему Пушкин называл крест знаменем просвещения и Европы. потому что здесь произошло столкновение встреча безмерного и ограниченного нашего духа и духа бесконечного. И в этом суть нашей христианской традиции. Что бы в ней не было, что бы вы не находили в ней на протяжении веков, особенно сейчас, когда наша церковь празднует тысячелетие крещения Руси, когда мы видим проходящим перед нами великие произведения искусства этих десяти веков, иконописи, фресок, мелкие пластики, архитектуры, возрождается к счастью и колокольный звон, и церковное пение, все это чудесно, все это радует всех людей, независимо от того, христиане они или нет. Ибо как было сказано на встрече Горбачева с патриархом и синодом, у нас одна история и одна родина. Все это прекрасно. Но не надо забывать, что за этим культурным великолепием, за этим драгоценным наследием, которое мы теперь, слава Богу, воскресили и продолжаем воскрешать, оживлять, и хранить, и оберегать, за всем этим стоит Евангелие. Без него этого ничего не было. За всем стоит богочеловеческая тайна. Вот та самая встреча, которая раз и навсегда поразила простых людей, простых крестьян, рыбаков, учеников Иисусовых, которые сказали ему, когда он спросил, может быть вы отойдете от меня, может быть слова мои слишком для вас загадочные таинства, они сказали, господин, Господи, куда нам идти, ты имеешь глаголы жизни вечной. И Христос не оставил нам поэтому ни какой-то книги, вроде Корана, ни каких-то скрижаний, как оставил Моисей, не оставил философских систем и произведений великих, как Платон, он оставил себя, я с вами, во все дни до скончания века. Вот этим и живет христианская церковь, которая сегодня существует среди вас и существует во всем мире, которая обнимает сегодня по почти полтора миллиарда людей, выросшие из маленького горчичного зерна. И не тем она сильна, что она состоит из самых лучших, из самых мудрых, из самых замечательных людей, а тем, что в ней заложен изначальный источник, бессмертный источник. Я не оставлю вас, говорит Христос, я буду с вами. Вот потому, что он был с нами не в памяти, а реально, в живом общении, потому и выстояла церковь, в те трудные годы, когда на нее обрушивалась и Римская империя, и преследование более поздних веков, и наше трагическое время, которое буквально смело целые пласты культуры. Но церковь устояла, конечно, понеся тяжелые потери, но дух ее остался. Это не человеческий заслуга. Мы это твердо знаем. Это есть исполнение все тех же слов Христовых. Я с вами остаюсь во все дни до скончания века. Спасибо вам. Теперь, я думаю, мы коснемся тех вопросов, которые вас интересуют. Вот здесь будем записочки рассматривать. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, у меня нет возможности записки сортировать, поэтому тематический хаос несомненно здесь будет. И уж вы не взыщите. Что тут будет первое, то я и буду рассматривать. Ну, и чтобы вас не утомлять, сегодня у вас рабочий день, я буду стараться отвечать очень коротко. Правда, я предвижу, что вопросы часто будут очень объемистые. Я знаю, что люди иногда таки задают вопрос, что на них надо в ответ написать объемный том. Но будем пробовать. Вы, люди науки, знаете, что коротко выражаться труднее, чем длиннее. как вы относитесь к экуминизму? Поясняю для не знающих экуминизм, это движение по соединению церквей. Я не буду говорить о своем отношении, сначала скажу об одном, Христос учил нас, да будут все едины. Значит, это его воля, его желание, его молитва, а не наша. Другое дело, что в практической социально-политической церковно-политической жизни экуминизм может быть не всегда удовлетворительен, но не в этом дело. Сам принцип вполне евангельский. Ваше понимание, в каком виде будут развиваться отношения с русской православной церкви? А, с зарубежной церкви. Вы знаете, в связи с человек, который задал вопрос, очевидно, знает, что такое, но не все знают. Поясняю кратко. Зарубежная церковь это та часть русской православной церкви, казавшись в эмиграции, которая не признала московского патриархата по политическим причинам, считая его целиком находящимся под влиянием чуждыми церкви. Хотя, может быть, и эти опасения имели под собой некоторые основания, но, тем не менее, патриарх Тихон радикально осудил этот раскол и получилась зарубежная русская православная церковь. В настоящее время там некий клан был, который как бы всем управлял. Сейчас этот клан сошел со сцены, клан Граббе. И там появились более открытые, более молодые силы, которые, вероятно, выйдут на контакт с нашей церкви. во всяком случае, наш патриархат стремится к тому, чтобы как бы этот раскол преодолеть. Можно ли предположить, когда у человека появляется душа до, во время, после рождения, если душа у монстров, даунов и так далее? Вопрос сложный. Его ставил еще Дарвин. в ответ на возражения тех людей, которые говорили, если вы видите эволюцию человека, постепенное развитие, то когда же возникла душа? Он в своей книге происхождения человека отвечает, а вы задумывались над тем, когда возникает душа в эмбриональном внутриутробном развитии. Честно говоря, мы этого не знаем. Можно строить лишь различные догадки. скорее всего в человеке дух и душа психика и материальный тело являются неким своеобразным континуумом. И зачаток в свернутом виде, так сказать, ядро духа появляется с самого начала. На этом основании церковь против прерывания беременности. Так вежливо называют убийство беззащитных детей. Так, это вопрос совсем личный. Что говорит христианская религия о конце света? Христианство учит, разложите, пожалуйста, чтобы они были просто открыты. христианство учит, что с приходом Христа в мир над миром начался суд. Это суд не похоже на суд юридический, человеческий суд. А это есть встреча человеческой истории и личности с высшей правдой. И очень часто эта встреча бывает горькой. столкновение горькое, дающее разряды весьма грозные. И еще в Ветхом Завете, когда пал храм в Иерусалимске, это было рассмотрено не просто как часть военной истории. Пришли арсирийцы или пришли в Вавилонии, разрушили храм. Как суд Божий. Не наказание Божие в каком-то юридическом смысле, а нравственный миропорядок. Раз люди оказались недостойны святыни, она становится без защиты. В истории христианской церкви таких случаев было много. Достаточно помнить о разрушенных великих храмах или лишенных служений вроде Святой Софии. так вот суд идет давно. Что касается конца света, то любопытствующие умы еще в евангельские времена пытались узнать когда это. И Христос решительно отверг эти поползновения. Не ваше дело знать времена и сроки. Когда апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что люди под предлогом того, что мир идет куда-то к концу, чтобы они бросали работу, они все оставляли и вот сидели и ждали. Он говорил, что это неправильно совершается. Мы никогда не должны это загадывать. Знаменитый русский историк и историасов Георгий Петрович Федотов, к сожалению, малоизвестный, поскольку он был иммигрантом, но я надеюсь, что скоро он войдет снова в нашу культуру, он приводит один замечательный эпизод из жизни западного святого Альфонс. Когда тот был семинаристом, он был в саду и играл в мяч. И к нему подошел один из наставников или приятелей и, желая, так сказать, поставить его перед какой-то проблемой, сказал, а что бы ты сделал, если бы тебе сказали, что сегодня или там завтра будет конец света? На что святой ответил, ну, играл бы в мяч? Ибо если играть в мяч плохо, так надо не играть в него, даже если конец света через миллион лет. А если хорошо, почему не играть сегодня? Таково, так сказать, общехристианские отношения, мне кажется, должно быть к этой проблеме. Мы должны трудиться, не загадывая, у Бога есть свои планы. Как в нашем безверии воспитать детей, чтобы не потерять их. Это надо бы поговорить с моей покойной матерью. Она вот воспитывала меня и брата в более жестких условиях. Но как-то сумел воспитать, я ведь учил в советской школе, в советском вузе. Это мне нисколько не помешало. Наоборот, даже как-то я с большим удовольствием изучал атеизм, поскольку для меня он, чем больше я выучал, тем меньше я видел в нем какого-то смысла. Так, ну, вообще ваш вопрос, он очень индивидуальный, очень индивидуальный. Зависит, какие дети, в каких условиях. Но на самом деле, сами будьте человеком. И если вы хотите сохранить веру, ваша вера подлинная, она будет светом для них. И когда вас не будет, они всегда будут вспоминать, человек всю жизнь реализует то, что посеяно в ранние годы. По поршню начал человек тот момент, когда людоедство стало ритуальным актом, а не способом утоления голода. Ваш комментарий. Видите, проблема каннибализма в тверобытном обществе очень сложна. Поршню опирался на разрозненные свидетельства, на гипотезы, на перенесение обычаев современных так называемых примитивных народов отставок, на далекое прошлое. Гипотеза имеет под собой некое основание, но настоящее свидетельство о массовом каннибализме ничтожное. мы знаем регионы, где неандертальцы поедали друг друга, но кстати, тут тоже вопрос, не было ли это поедание ритуальным, потому что они развешивали головы отдельно. Это все крайне гипотетично, крайне, но у меня тут есть следующее возражение вообще на эту тему. Систематическое поедание внутри одного вида, это вообще нонсенс в животном мире, это редко бывает. И у нас нет ни малейшего основания считать, что люди с самого начала вообще охотились все время не на мамонтов и каких-то других многопитающих, а охотились друг за другом. Более того, физиологические наблюдения показали, вот оставшиеся ныне небольшие каннибальские группы в индонезийских других регионах, они в общем все время страдают различными заболеваниями. этот каннибализм, он физиологически, медицински даром не проходит. Это все-таки было исключением и едва ли было такой универсальной моделью, которую можно делать, как мерило в изгновении человека. В чем ваше восхождение сожглядами Толстого, готова ли церковь признать его. Толстой безусловно не был христианином, в этом была вся драма, что он создал, как он мечтал, между прочим, некую свою религию, вот, ну, а особенность ее сейчас распространяться я не буду, но ближе всего она к некоторым китайским и индийским концепциям. Это род такого полупантеизма. Но ему хотелось, чтобы это выглядело христианством. И поэтому он переписал Евангелие заново, приближая его к этой концепции. Он, как большой писатель, немилосердно обходился с текстом евангельским и столь же властно менял тексты Лао-Дзы, Упанишат, Канта, кого хотите. Когда в детстве я читал его книгу про учтение и мне что-то странно казалось, почему люди всех времен и эпох говорят почти как Глеб Николаевич и то же самое, что он. Но потом, когда я нашел даже перевод в подлинные тексты, я понял, что он видел все по-своему. Это свойств видения, но такого видения особого. Поэтому тут не то, что расхождение, а просто совсем другое. это другой взгляд на божественное призвание человека. Но его нравственный пакос, его обличение социальных недугов общества, его решительное бескреброристное выступление против всяческой несправедливости не может не быть дорогим для любого человека или христианина в первую очередь. Что касается его церкви, то наверное вы читали рассказ известный Куприна Анафемы, как некий диакон, даже фильм был, должен был кричать Анафема, но прокричал много лета. Все это ненаученная фантастика. Никто никаких Анафем не провозглашал ему. Был просто изгна опубликованный в газетах текст определения Синода, в котором говорил, что Толстой не является членом церкви. На что Толстой ответил, что он согласен, что он не является членом церкви, что он понимает христиан совсем по-другому. Поэтому этику его мы принимаем, его остальные воззрения нет. Вы говорили о начале человека, указали, что духовность, человек, животное. Каковы критерии для выделения начальной точки отсчета существования человека? Смотри внутри. А, ну да, это уже было насчет позже. Археологически, палеоархеологически, тут все совершенно ясно. В любом слое, где мы находим черепа кармониунского типа, мы находим рисунки, рельефы, ритуальные символы. Человек появляется вместе с искусством и религией. То есть, на самом деле, рождается самосознание человека. То есть, человек одаряется духом. То, что Павлов назвал чрезвычайной надбавкой. Взаимоотношения добра и зла. Это только противостояние или может быть и взаимосвязь. Вопрос довольно абстрактный. потому что добро и зло так отвлеченные совершенно понятия. И надо брать сюда какой-то конкретный случай. Ложь есть пример. Ложь есть зло. Никто не будет возражать. Но и правда есть добро. Но Иуда, когда его спросили, где Христос будет проводить ночь, он ведь правду сказал, где он будет проводить ночь. А человек, который на допросе не выдал своего друга, он сказал ложь, но он был прав. Так что тут все надо брать в своей конкретности. Абстрактные решения они ничего не дают. В каком из храмов Москвы или области вы служите? Где он находится? Как туда добраться? У меня храм меньше, чем это аудитория. Очень маленький храм. На старом Ярославском шоссе в городе Пушкино. Деревянный храм. Правда меньше, чем. Вот такой же длины, но уже. Так же ничего там. Зато он советского времени. В этом есть свое преимущество. Построен в 1922 году. Имеет ли христианство преимущество перед другими религиями? Нет. Не имеет. Но не в этом смысле. Оно качественно от них отличается. с нашей точки зрения, с христианской, все религии есть часть культуры. Догадка человека о вечном. Путь снизу вверх. Путь человека к Богу. Христианство есть не часть культуры, а вторжение в культуру. Ответ на эти вопросы. И если мы верим великим мудрецам и учителям человечества, если мы верим Платону, Конфуцию, Будде, Заратустре, Лао-Дзи, пророкам, то мы должны верить и Христу. И объективность показывает нам, что каждый говорит правду. Но тогда разница сразу огромная. Потому что Платон познает истину путем интеллектуального восхождения. Будда входит в состояние нирваны путем определенного созерцания. И так далее. Христос говорит о себе, что он един с вечным. Этого не говорил ни один философ, ни один основатель религии. Значит оно не лучше, оно другое. Оно стоит в иной плоскости. Хотя в истории своей конкретной христианство принимает формы свойственные всем остальным религиям. Ибо и четкие колокола и храмы и так далее все это есть во всех религиях. И иконы все это есть. Но это не суть христианства. Любовь это то, что отличает человека от животных. То есть в какой-то мере духовный или просто гуманизированный инстинкт. Или то и другое. Тоже вопрос относительно секса. Ну я начну с секса. это проще. Секс конечно является естественным и прекрасным инстинктом человеческого рода. И как я уже говорил вам человек все свои проявления обыкновенные звериные проявления он очеловечивает, гуманизирует. У него и труд когда он добывает что-то может стать каким-то священным процессом. Естественно секс у него уже не груб и не прост. Надо сказать, что это мы найдем в животном мире нечто подобное. Ухаживание в животном мире оно довольно сложный процесс. Сложный психологический процесс. Там есть свои ритуалы и в общем я бы сказал бережные отношения часто мы встречаем у партнеров друг к другу. Не всюду, не у всех видов, но у многих видов. Во всяком случае нередко даже у таких неуглюжих как у ластоногих. Я помню один из наблюдателей сказал, что если бы человеческие отношения были так нежны как у сивучей у морских львов то это было бы замечательно. Секс отделенный от любви становится ее врагом потому что любовь это совершенно особое состояние человеческой души. Но здесь есть несколько элементов. Любовь захватывает человека. Любовь когда ему становится бесконечно дорого другое существо. Когда он покидает тюрьму собственного я и выходит на простор и находит второе я. И тогда вот в этом акте выхода за пределы человек использует очень многое. Здесь и искусство и музыка здесь же и секс все все работает все звучит симфония гармония. Но любовь полов это лишь одна из форм любви. Потому что есть любовь братская родительская они все являются естественной формой. Самка любого высокоразитого животного несомненно любит своих детей и очень тоскует если они исчезают или погибают. но в человеческом роде эта школа ведет к следующей ступени умению искусству человека быть открытым то что Христос говорит нам отвергни себя то есть перестань быть закрытой замкнутой системой стань имманентен другим людям переживай их боль и радость это цель это неданность это не то что мы имеем сразу и все нет это великая школа и многие крупные социологи историки убеждены что только на этом пути человечество может сохранить себя и продолжать свое духовное развитие только на этом пути без этого ничего не получится потому что эгоцентризм нечто противоположное любви в конце концов разрушителем Теярд Шарден о котором вы конечно слышали он говорил что энергия любви есть новая планетарная энергия которая способна вызвать совершенно неожиданный процесс я когда знакомился с этими словами читал книжку это было давно лет 25 назад если парни всего мира о том как на одном корабле отравились люди концерва мне кажется и у них были плохенькие приемники они пытались эти баряки до кого-нибудь достучаться и вот они нашли какого-то в Австралии любителя который по своему любительскому аппарату передал куда-то там на Филиппин и так по всему миру ходило чтобы спасти этих людей потом был фильм это волнующая книга волнующий фильм вдруг люди совершенно чужие заволновались друг о друге и огромное впечатление на мир произвела реакция на трагические события в Армении когда какие-то мальчишки английские приходили приносили свои карманные там то что они собирали себе отдавали армянским детям да их никто не заставлял это же практически западный мир это люди прагматически мыслящие и вдруг волна отдачи волна любви вот на этом все будет строиться если на этом не будет строиться пути никакого не будет сейчас природа едва выдерживает нагрузку от 6 миллиардов человек не пора ли отказаться от буквального понимания принципа плодиться размножается конечно речь идет не о войнах и так далее а планирование семьи каков взгляд христианской цели честно говоря мне кажется что земля еще достаточно велика мы просто не умеем ей пользоваться если согнать всех людей не дай бог чтобы это было на одну точку земном шаре они займут совсем немного места еще достаточно на земле места но я согласен с автором записки я думаю что приближается время для некоторых стран она приблизилась когда планирование рождения рождаемости станет необходимостью моральным и социальным долгам но должен отметить что католическая церковь самая обширная и самая влиятельная из христианских церквей пока придерживается противоположной точки зрения считает что контроль над рождаемостью недопустим наша православная церковь смотрит здесь более либерально хотя никакого определенного взгляда не выразила на обозримом историческом периоде было два виртуоза по превращению человека в массы Гитлера Сталина знаете ли вы период когда из масс делали человека и кто нет нет вы знаете одна из особенностей жизни Христа заключается в том что хотя он очень часто беседовал с большими толпами людей главные свои усилия он употреблял на непосредственный круг своих близких кажется что это литарность такая почему это вот там эти 12 или 70 человек или там 100 человек были для него самыми главными а именно потому что общаясь с ними он выделял каждого и они не превращались в стадо в общем история не знает этого я должен здесь подчеркнуть совершенно естественно научную сторону дела совсем не касаясь но она совпадает с духовным пониманием человек не стадное существо не стадное павианы антилопы пчелы это все социальные животные человек всегда жил небольшими группами и когда сейчас его загнали в огромные вот эти скопища людей в эти города безумные это все идет против человеческой природы против я думаю что ни одна пчела или оса или муравей не возражала если бы построили хороший небоскреб ну в смысле их масштаба кстати они это и делают любой термитник объезд небоскреб но человек от этого страдает половина человечества душевно больны из-за этого может быть даже больше если дау непостижим если вечно бесконечно недоступно могли ли люди узнать Христа не является ли их свидетельством карикатуры до неузнаваемости сказивший его образ можно сказать что если бы они его не постигли не поняли никогда бы их скупые строки евангельские строки не обладали бы такой силой что спустя 20 столетий в самых различных странах это остается самый популярный самый сильный самый волнующий книгой книгой и книгой более всего беспокоящей ее противника поэтому я уверен что они угадали почувствовали правильно и другое если бы евангелисты были великими писателями прозаиками поэтами вроде их современников Горацией Овидия Сенеки тогда можно сказать они все это выдумали по-своему но они были простыми людьми они написали то что они видели они даже не полностью осознавали и понимали величие того что было им написано они как это выражается литераторы едва справлялись с материалом может ли духовность человеку быть без веры я уже говорил что вера всегда присутствует только в искаженном виде суррогат вера обязательно будет вот история всех культов нашего столетия да и прошлого столетия тогда тоже были свои культы она доказывает что человек сориентирован на вечное если нет Бога он обязательно сделает идола наука говорит что религия возникает на определенной стадии развития человека правда ли это да на той стадии когда человек из обезьяны человека из неандертальца или пятикантера становится человеком антропогенез и религиогенез это параллельные процессы в чем общая цель развития интеллектуальной волевой и духовной сфер взаимосмязано ли интеллигентное волевое развитие личности с духовным развитием я только приведу один пример человек у которого развит интеллект но воля не развита похож на автомобиль у которого работает мотор но он не связан с колесами мотор работает колеса стоят если человек как собак все понимает ничего не может то эта система не работает вся система в одном кулаке должна быть воля чувство разум все вместе и вы прекрасно знаете насколько трудно это единство создать и вот вся практика религии нравственная практика и заключается в том чтобы нас направлять в этом плане чтобы мы этому учились этому приходится учиться чтобы вместо целого коллектива личностей которые обитают в нас чтобы создать одну единую личность как понимать соборность ну и вопрос знаете этот термин ввели славянофилы ранние религиозные славянофилы термин замечательный но крайне неопределенный крайне и поэтому я даже спрашивал своего друга который защищал диссертацию на тему соборности что такое соборность и он мне внятно не ответил боюсь что это какое-то смутное понятие это не коллективизм но это какое-то единство духовное в общем это понятие в теологии неразработанное духовное единство я его понимаю по-своему я его понимаю в плане того что есть только один человек созданный единственный раз тогда когда человек возник а мы являемся его проявлениями его частями поэтому так много общего есть у людей потому что в нас живет одна душа проявляющаяся в различных индивидуумах но наверное не всякий теолог со мной согласится где и как можно купить Библию и Евангелие вот в Еловске продавали правда очень дорогое комментированное издание в трех томах я думаю что вот благодаря помощи западным братьям наш рынок постепенно насытится что вы можете сказать о Туринской плащанице я уже много раз говорил что церковь никогда не утверждала что она является настоящим памятником относила его к разряду артефактов то есть искусственных произведений вот только в 1898 году ученые поставили вопрос о ее подлинности сейчас радиокарбонным методом установлен что ткань принадлежит средним векам но как образовался отпечаток это загадка научная загадка как была научная так и осталась так так это уже было это было можно ли предположить когда а это тоже было так как вы оценилить духовное состояние нашего общества вы знаете это очень трудный вопрос очень трудный у нас очень плюральные общества несмотря на то что мы были приучены десятилетиями трубить в одну трубу есть одно общество это Москва а другое общество это где-нибудь Харьковская область третье общество это Средняя Азия Четвертое общество это Прибалтика это очень плюральное поэтому единого ответа здесь дать невозможно но сегодняшний этап кажется мне замечательным потому что он является последней радикальной попыткой предотвратить общую экологическую внутриполитическую социальную нравственную катастрофу было ли истощение мира из мощей преподобного Амбрось если было то почему церковь не объявила об этом нет таких сведений не было дело в том что это необязательное условие для канонизации как вы относитесь к новой бахаидской религии она не совсем новая это одна из попыток синтезировать из разных религий одну чтобы понять мои отношения я вам предложу такой вариант представьте себе здание у которого портал античный вход готический задник сделан в виде современного модерна называется эклектика духовные ценности прошлого и различные религии надо брать в том виде как они есть и превращать это все в одну кашу это значит потерять их индивидуальность и их красоту христианство объемлет все ценное что есть почти во всех мировых религиях но это не значит что оно должно зачеркивать специфику и красоту этих ценностей как и сформулировать в чем отличие свобода совести и свобода вероисповедания да в общем практически это одно и то же практически это утверждение новое утверждение для Европы право человека новое в смысле возникшее в новое время не сейчас сейчас как раз оно довольно таки переживает кризис право человека мыслить о последнем и высшем о конечных причинах о цели мироздания иметь свою веру не получая на это санкции государственных чиновников но мы от этого отвыкли довольно прокомментируйте пожалуйста понятие сатаны понятие это возникло из арамейского языка шатана на арамейском значит противник то же как на древнееврейском языке шатан противник так именовался некий ангел который испытывал людей насколько они действительно служат богу а не себе в последствии перед Рождеством Христовым за несколько вестилетий или даже столетий возникла идея о том что в духовном мире параллельном человеку есть темные силы которые свободно и добровольно избрали разрушительное направление и что они влияют на природу и влияют на человека вот эти силы мы называем силами демоническими или сатанинскими и они порождают человеки вот то зло ради зла то так сказать страшную реакцию необъяснимую реакцию разрушительную негативную которую нельзя списать на зверя в человеке нельзя списать и на что это есть духовная патология некая а что она имеет личный характер то я думаю что все в духовном мире имеет личный характер откуда такая нетерпимость и даже ненависть между различными религиями даже отдельным течением в одной и той же религии я думаю что от маловерия кто истинно верит тот никогда не будет нетерпимым в лагерях православных в отличие от яговисов нередко были стукачами это они оправдывали тем что всякая власть от бога и следовательно ей надо подчиняться оправдывали бы такую позицию я думаю что для стукачества всегда можно найти какое-нибудь оправдание совершенно не обязательно для этого насиловать тексты библии нету там таких текстов которые позволяли бы оправдывать такие вещи это все таки аморальные гнусные моменты вот а всякая власть от бога говорит апостол павел в том смысле что власть надо уважать что безвластие хаос анархия являются разрушительными факторами в жизни человечества не надо по-моему этого доказывать власть от бога хаос от дьявола но там же в новом завете сказано что надлежит более служится богу нежели человек когда речь идет о духовных вещах здесь власть не имеет своей компетенции у нее есть совершенно определенные функции она должна заниматься этим не тем во что вы верите или какую одежду вы носите как вы оцениваете баптистскую церковь довольно высоко эти собратья наши христианские проявляют большую веру большое знание священного писания большую социальную и религиозную активность большую сознательность поэтому их деятельность вызывает у нас только приветствие конечно у нас есть различия ну что же это естественно можно ли узнать ваши отношения к таким религиям как баптизм и адвентизм но это уже я говорил уже это наши братские вероисповедания вот у них нет икон у нас есть ну и что мы не навязываем никому своих икон если состоит выбор меры служения ближнему и самосовершенствуем что следует выбирать очень просто самосовершенствуем с помощью служения ближнему являетесь вы членом КПСС если совещенник члена партии должен признаться что я даже не был комсомольцем и даже пионером по религиозным соображениям я считал что это несовместимо если совещенник члена партии я не встречал не думаю так тут еще есть один вопрос как вы относитесь к взглядам Деярда Шарден на развитие панопсихизма природы и диффузного состояния человека я очень близок к его идеям они мне очень созвучны как вы относитесь к взглядам йогов полагает что Христос и Магомед одни из представителей высших духовных сфер в целом это так но Магомед говорил что мой дух когда он созерцал Бога это как жужжание комара перед вечностью Христос говорил я с вами так долго и вы меня не знаете тот кто видел меня видел Отца это совершенно незапоставимые вещи как вы относитесь к огнехождению видению человеческой ауры другим чудесам необъяснимым законам физики ну хождение по огню есть видение ауры тоже есть и многие другие вещи есть так это прекрасно как скучно было бы если бы не было ничего такого чтобы уже наши учебники не в себя не включили мир огромен бесконечен таинственен и надо приветствовать что в нем появляются замечательные такие вещи но естественно факты надо проверять очень тщательно и открытость не должна превращаться в легковерие в легкомыслие и в наивность вообще скорее сфера науки чем вера что вы ожидаете от готовящих закон о свободе совести я ожидаю от него право проводить катехизацию подрастающего поколения мы должны иметь право передать мы христиане как и другие верующие мусульмане и другие должны иметь право передавать свою веру своим детям на этом строится вся традиция в мире люди передавали свои нравственные принципы передавали свои взгляды на отечество на историю на все почему здесь должна быть мертвая зона если ты христианин православный католик баптист то угодно ты должен свои детей воспитывать так мне когда-то говорил один родственник зачем воспитываешь своих детей в христианской вере потому что у них будет расхождение с государством я вообще-то ответил так что у государства вера все время меняется а у нас одна остается ли душа после смерти человека где она обитает да конечно безусловно то что не находится в пространстве то что является духовным то конечно остается не может распадаться и принадлежит царству вечности но вопрос где научно некорректен потому что его можно поставить только к предмету находящемуся в определенном пространстве знакомы ли с творчеством художника Михаила Шварцем если да то как вы относитесь нет вообще-то не знаком по-моему нет хорошо известно выражение блажен нищий духом а веренцев считает что это не точно толкует как блаженный добровольно нищий что вы можете сказать по этому поводу вообще этот термин употреблялся до Евангелия и конечно толкования его бывают различными возможно скорее всего речь идет именно о людях которые презирают богатство но есть и такое толкование что это люди которые считают что их духовное богатство личное мало что оно нуждается в исполнении они просят его как нищий просит хлеба так это уже было в чем состоит цель христианской жизни менялись ли эти представления на протяжении христианской истории ну а цель я сказал образ должен приближаться к своему первому и второе сейчас молодежь обращается к вере какие опасности могут подстерегать неофитов какие первые шаги на пути христианского опасность для неофита это аутсайдерство это святошество это ханжество это превозношение другим вот у меня какая-то новая информация я знаю больше чем эта толпа и так далее много всяких опасностей гордыня возникает тут совершенно неоправданная получивший христианскую веру человек должен чувствовать большую ответственность а вовсе не превозноситься ну и аутсайдерство совершенно неоправданно почему Христос назвал тогда еще нехристианскую публику дети дьявола как переводится на русский язык слово дьявол что это значит дьявол это злой дух когда люди действуют под влиянием злых сил они действуют под влиянием дьявола и там сказано что в Иуду вошел дьявол некоторые думают что дьявол это обязательно какой-то призрак как из Дагаденского театра что-то такое в черных простынях шипящее о нет дьявол это то что толкает человека ко злу впрочем когда его изображали средневековые художники в таком виде они были правы ваш взгляд на такое миропонимание человек орган разума в мировом диалектическом процессе смысле цели его существования есть развитие мировой силы разума и участие в развитии форм материи борьба против положенности в развитии человечества как форма материи борьба невежества и знаний взаимо уничтожающих друг друга знаете конечно что-то в этом есть но вот мне здесь кажется настораживающим вот это что человек превращен в некую цель то есть в средство что он для кого-то служит средство на самом деле Христос говорит о каждой душе которая бесконечно дорога для Бога значит это не средство конечно человек участвует в неком великом мировом созидании как вы относитесь к словам Бекона когда он говорит с одной стороны что человек без веры равен животным а с другой стороны не ставит вопрос об объекте веры а только о субъекте то есть источник веры должен находиться внутри человека можно ли такого человека считать верующим это вопрос термина он имел ввиду веру в широком смысле слова представление о чем-то высшем и действительно мы уже не раз сегодня говорили об этом когда появляется человек у него появляется и это представление кстати Бекон говорил что малое знание взятое немного оно от Бога уводит а глубокое и большое знание к нему приводит мы это хорошо знаем особенно на примере популярной литературы пропагандистской духовность и вера вера это достаточно необходимые условия духовности и духовность это свойство человека человек пнеомофор духоноситель понимаете это если без духа то это не человек а уже развивается его свойство в любую сторону может быть и черная духовность как было у гитлеризма сформулировать пожалуйста отношение ислама как и звездное течение к иноверцам насколько события в Азербайджане могли быть инспирированы представители мусульман нет нет руководители ислама выступали против этих эксцессов и мы знаем что не только глава армянской греганской церкви патриарх Вазген первый но и глава мусульман выступал и по телевизору и в прессе и в огоньке с призывами прекратить насилие господи какой там ислам когда в этом месте вообще не уголовники были это возможно считать верующими людьми да значит ну правильно то что написано в огоньке нам известно во всяком случае сегодня насколько мне известно ислам отнюдь не агрессивен место Христа в иерархии иерархия является вторичным это часть мироздания это не то где он должен иметь место это нечительное нет давайте не могли бы вы помочь нам у нас в музее Венчарова Ульяновск есть книга принадлежащая деду писателю который имеет список религиозных произведений нам нужен консультант куда нам обратиться я даже затрудняюсь сказать есть отдел редкой книги в библиотеке если это русская книга надо в Ленинг обратиться там есть отдел редкой книги и они берут вот эти антикварные как религи относятся к созданию искусственного разума обучения животных обезьян общения с человеком искусственный разум есть орган человека продолжение его интеллекта подобно тому как скажем крыло самолета является крылом человека который не умеет летать подобно тому как каждый орган который у нас отсутствует мы заменяем различными аппаратами инструментами так и наше формальное мышление формальное мышление не то гибкое эвристическое проницательное интуитивное мышление а формальное логическое мышление оно может быть закодировано машиной оно будет делать имитацию мышления я не думаю чтобы это можно было называть истинным разумом хотя в общем принципе такое название не отрицается ваше отношение к фильму Франко он у нас на экранах не идет так а это значит в Ульяновск ладно это я отдельно положу ваше мнение о перевоплощении душ душ я думаю что этот вопрос несущественный сам я думаю что дух человеческий развивается в других измерениях не возвращаясь сюда но есть и мнение что возвращается это не принципиально важно что он не умирает хотя мы считаем что в идее перевоплощения заложена идея какого-то самодвижения что человек искупает свое зло перевоплощаясь в таком случае за 40 тысяч лет истории человечества мы должны были быть очень хорошими как-то слабо это видно где найти истинную веру первый вопрос начать и говорить как происходит духовный рост прихожайного православной цели почему люди заключают себя в монастыре ведь Христос сказал идите проповедовать Евангелие Царство Божие четвертое может человек возрождаться вновь обрести жизнь вечную и что для этого необходимо расскажите в двух словах что такое Коран я готов сдаться перед этим натиском истинную веру нельзя передать как некую отвлеченную информацию это то что приходит человек как можно передать музу вдохновение это очень трудно даже любовь столь так сказать понятной казалось всем эмоции все равно мы передаем на языке условном на языке так сказать образов научиться этому нельзя духовный рост прихожан у нас существуют дополненные правила которые являются средствами для духовного роста это ежедневное размышление над писанием чтение молитв посещение храма участие в таинстве евхаристии общение с братьями по духу вот это главный первый принцип почему люди уходят в монастыри вы знаете есть люди которых их внутренний голос зовет особого рода служения вот именно к молитве и труду больше ничего им не надо что же люди разные нельзя всех причесывать на одну гребенку будут ли в Москве открываться новые действующие храмы и где открываются под Москвой в Коломне и в городе тоже будут я думаю что будут скоро так это уже было можно ли назвать современную русскую литературу духовной мне кажется что да в ней очень много если взять 20 век она почти вся проникнет духовностью вот давайте подумаем о том чем живут герои Булгакова Ахматовы что волнует героев Пастернака что находится у Айтматова это все проблемы духовности вот чисто бытовое чисто такое вот жанровое это не так часто встречается в литературе нашей современной а посмотрите на поэзию сколько в ней духовности даже у тех кто выступает с политическим платформой у Евтушенко теперь стало и у Вознесенского у всех есть у них эти элементы вот я могу назвать десятки имен поэтов у которых духовность явно выражается очень явно выражается в их творчестве ну я же вы сейчас наверное многие читали роман Домбровского факультет ненужных вещей ненужная вещь это как раз то что и относится к сфере человеческого подлинного к сфере духовности и вот все что вынырнул сейчас из-под пресса в нашей литературе многообразно с этим связано глубоко связано будь то роман про Даттуташхи или роман Фазили Скандера про Сандро Исчигем это все вращается вокруг этих тем поэтому я вполне могу назвать современную нашу литературу духовной значительной степени как быть проявляемой самоотвержденности у животных дело в том что это проявление душевности но животное является нашим младшим братом это готовая форма для выращивания духа это животное и у животного есть элементы наших эмоций привязанность любовь забота и временами самоотверженность правда они чаще всего неосознанные инстинктивные но тем не менее очевидные и мне иногда вспоминаются мрачные слова Калица Чехова если вы накормите собаку она вас не укусит и этим отличается от человека когда начнутся службы церкви Михаила Архангель на проспект Вернадского настоятель церкви мой сосед написал об этом интервью небольшой в последних московских новостях он полагает что через месяц уже она будет действовать и года через два ее проведут в порядок различаются ли вы понятия личность индивидуальность как по вашему они соотносятся тонкий вопрос индивидуальность есть и у шимпанзе а личность у человека пожалуй вот в этом вся суть личность это духовная индивидуальность духовная подобно тому как работа которую производят животные это просто работа и из нее никогда ничего не получится а когда труд появляется это осознанная работа разница труд который говорит создан человек это осознанно он предполагает разум самосознание а так работают все муравьи тоже и не делаются при этом человеком так это было будут ли открыты воскресные приходские школы для детей нет неизвестно зависит от нового законодательства каковы правила поступления в женский монастырь вы прежде всего поезжайте туда и там вам все скажут никакие особых специальных правил нет поговорите с теми кто этим ведает там посмотрите на эту жизнь по-моему один из самых прекрасных женских монастырей находится в Эстонии Пюртице вот поезжайте посмотрите и там все вам скажут это недалеко от школы есть вера есть знание основанное на личном опыте могли бы свидетельства основываясь на личном опыте что он есть для этого надо быть большим поэтом но я бы сказал что он это есть жизнь не биологический жизнь не жизнь как вот событий а это то во что мы включены то о чем апостол сказал в чем мы живем и движемся и существуем это тот кто отражается в каждом из нас как солнце отражается в радуне это тот кто дает смысл нашим поступкам нашему бытию это тот в ком все поет кто делает осмысленным пейзаж безжизненный пейзаж оживленный вечность молчащих миров звездных тот кто в малой капли вот дух всюду сущий единый кому нет места и причины кого никто постичь не мог кто все собой наполняет объемлет зиждет сохраняет кого мы называем бог и для меня он вовсе не присутствует в какие-то только определенные моменты бытия я не считаю что религия какая-то особая отрасль жизни наряду там скажем с наукой производства мещения этого нет бог находится с нами в самые обыденные в самые простые минуты конечно в мгновение подъема когда творчество когда любовь когда природа захватывает человек тогда он кажется особенно близким он бывает близок и вскоре тяжелым страданиям тяжелый в горечи так же как и в радости на самом деле близость с ним возвращает казалось бы иногда о бессмысленной жизни ее глубочайший смысл и об этом можно говорить только стихами об этом можно говорить только условным языком иконы это веяние в священном писании рассказывается как пророк Илья поднялся на гору Синай и ждал что бог явится к нему и вот раздался гром и страшное землетрясение потрясло окружающие скалы но в этом громе и в этом землетрясении бога не было и потом налетел страшный ветер вихрь буря потом наступила жара необыкновенная жара от которой плавились камни и там в этом бога не было и потом когда страшно этой жаре повеял прохладный ветер Илья почувствовал там о господь вот здесь бог он пришел и описать это было невозможно как веяние тихого ветра вы признаете происхождение человека от обезьяны а как же Адам и Ева так не надо их сравнивать с обезьянами Адам и Ева с самим собой обезьяны с самим собой в Писании сказано что человек создан из праха земного то есть из той материи из которой состоит все вещество а как был создан это уже наше дело изучать Библия не учебник антропологии могут ли православные люди иметь крест трестными родителями католиков в общем официально такого запрещения не существует конечно христиане что такое молитва и что такое медитация молитва живое обращение к Богу медитация внутреннее размышление над каким либо текстом почему крест есть символ веры потому что крест из древней был знаком вечности огня божественного тепла а после распятия Христа он стал знаком божественной любви если продаву это уже было наше общество переживает сейчас тяжелый многосторонний кризис верно как могли что могла бы сделать церкви чтобы помочь его преодолению если бы ей широко дали возможность говорить и действовать готова ли она помочь нашему объединению остановить трагическую атомизацию людей если у церкви для этого силы что вы думаете о творениях о творческих и нравственных силах нашего общества вы наверное удивитесь но я уверен что в обществе сохранились и нравственные и творческие силы просто они были сковерканы задавлены но они не исчезли что касается церкви она призвана для этого Христом призвана но церковь как общность людей как некий институт конечно понесла не меньшие потери не меньшие удары чем понесли искусство наука политика и другие сферы если среди вас среди ученых многие погибли и это нанесло колоссальный урон различным отраслям знаний то у нас богословы почти все погибли за исключением тех которые эмигрировали и так далее так что нам тоже надо восстанавливать многое знаете что такое отбор искусственный когда выбраковывают те кто не подходит так происходило в селекции когда выводили определенную породу скота так производилось у нас с отбором скажем в области биологии церкви тоже отбирали отбирали оставили только нас грешных отбор был жесткий так это уже было это было вот мне кажется подбираемся к концу как вы относитесь к чеху христианин насколько он был христианином ну сознательно христианином он не был конечно он был человеком тонко чувствующим религиозные переживания страдавшим от бездуховности она казалась ему каким-то ужасным симптомом умирающего мира безусловно этот весеный человек был пессимистом глубоким и он умел почувствовать и приблизиться если вспомнить рассказ студент этот рассказ весьма важный не помните никто ну вот значит он все-таки он был близок к христианским идеям можно ли считать что в каждом человеке присутствует светлая темная духовность да просто духовность присутствует но приобретает то светлый то темный характер такие мы еще несовершенные как вы относитесь к антропософии учению доктора Штейнера я очень уважаю Штейнера как крупного мыслителя и мистика но многих его взглядов я не разделяю как вы относитесь к статье Владимира Соловьева когда Россия свернула своего пути что основной путь России духовный а не политический и так далее это хорошая мысль прекрасная мысль но вы знаете что она так сказать не осуществилась но история не опровергла Соловьева погоня за материальным не принесла даже материальных результатов хороших так что тут есть над чем подумать если Бог так справедливо гуманен как можно пускать чтобы умирали дети мучительной смерти например землетрясения и так далее Армении спидывая листья ведь они даже никакого греха не совершили в своей жизни вопрос старинный но он связан с нашим пониманием божественного воздаяния законодательство и распределение должно мы справедливо наказывать виновным Бог никого не наказывает Он создает определенные условия для нашего существования и одним из первых условий это наличие законов природы и второе взаимосвязь между людьми насколько важна эта взаимосвязь представьте себе если человек бы не нуждался один в другом если бы каждый мог сам себя родить воспитать образовать одеть обшить докормить мы были бы все автономными систем люди все теснейшим образом взаимосвязаны но эта взаимосвязь накладывает на нас колоссальную ответственность ибо она несет в себе не только позитивные моменты мы не только передаем друг другу что-то светлое но можем передать и темное это палка двух концов и оборотная сторона вот этой человеческой взаимосвязи является то что могут страдать совершенно невинно если человек скажем алкоголик его ребенок не виноват что он больной но это одно из проявлений такого рода взаимосвязи второе когда мы говорим о событиях стихийных это вовсе не значит что Бог подобно какому-то закулисному рабочую сцену потрясает вот горы в Армении ничего подобного если бы не было закона природы то и природы бы не было а было бы просто хаос каждое существо немедленно превращалось в то что мы хотим змея превращала дерево дерево превращалось птицей ничего бы не было твердого законы есть закон в том числе и тектонические процессы сюда включаются стихии слепы безусловно мы живем человек поставлен в мир где действуют бездушные слепые стихии каково же призвание человека прежде всего изначально духовно ими повелевать человек призван быть царем над стихиями но не таким царем который гадит как сейчас в экологический кризис а совсем другим один знаменитый немецкий поэт назвал человека мессией природы то есть избавителем природы была вполне возможна такая цивилизация когда человек бы управлял духовно управлял биологическими тектоническими какими хотите процессами духовно мощный человек мне рассказывала вдова Максимилиана Волошина как ее муж остановил пожар только рукой вспыхал огонь он подошел вот так вот ввел пока огонь не погас это искорка это то что мы потеряли это то что должно в нас снова возродиться человек царь природы но царь совершенно потерявший свою власть царь обнищавший духовное развитие человека сделало бы его совершенно иным по отношению к окружающему мирозданию а пока мы бессильны и только в случае проявления слепых стихийных катастроф что должен проявлять человек жертвенность мужество стойкость героизм как вы относитесь к генерной инженерии в принципе отрицательно потому что она дает слишком много оснований на манипуляцию над людьми допустимо ли это думаю что недопустимо во всяком случае католическая церковь отрицает считает что здесь равно опыту над людьми почему православная церковь не может активно противопоставить себе таким антигуманным течением как общество память спекулирующая на православие но дело в том что общество память официально свою точку зрения не выразило это создает в диалоге некоторую трудность что касается церкви то она высказала свое мнение вот есть интервью с митрополитом ленинградским Алексеем который четко все там сформулировал в частности он говорит что вот шовинизм который обычно отожисляет с обществом память хотя у него официально нет такого заявления но речь идет об этом он никогда не был присущей русской интеллигенции и что поиски врагов никогда не решали вопрос враги всегда находились а вопрос оставался нерешенным что можно сказать о Шамбале мало очень мало не был я в Шамбале вот я вообще отношусь очень сдержанно к этой концепции с точки зрения науки можно как-то объяснить воскресение Иисуса Христа как объяснить вознесение вы знаете что рекомендую всем прочесть письма Владимира Соловьева напечатанный если не ошибаюсь в первом номере вопроса философии или Новый мир уже у меня Новый мир у меня уже все перепуталось цвет журнала один и тот же а пресса очень много там есть его воскресные письма это из десятого тона Соловьев объясняет в одном из писем в Толстому по поводу воскресения объясняет научно в чем тут дело да это можно научно объяснить но научно не в том вульгарном смысле слова а в глубоком допускает оправдание самоубийства у нас есть мученицы третьего века которые были самоубийцами когда их шли арестовывать они выбрасывались из окон инсул древних римских домов потому что не верили в то что не хотели чтобы их осквернили насилием палачи можно ли говорить о всемогуществе Бога в том банальном смысле как мы себе представляем вроде какого-то супернена нет конечно Бог перед человеком ограничивает свое могущество для этого даже есть специальный богословский термин кенозис уничижение божества ведь Христос пришел в мир не как Наполеон Гитлер или Сталин а он пришел не опираясь ни на какую военную политическую мощь он ничего не сделал для того чтобы пропагандировать как мы сегодня это понимаем свое учение а не стоило так говорить о Штейнере как вы только сейчас сказали я не понял не опасно так говорить о Штейнере вы знаете я хочу говорить объективно я действительно отношусь к нему с большим уважением это был выдающий человек и у него есть одна книга которая мне очень нравится эта книга как достигнуть познания высших миров последний оптинский старец Нектарий даже дел выписки из этой книги давал своим духовным детям правда не указывая что это писал Штейнера но космология Штейнера теология Штейнера христология Штейнера это то что я совершенно и церковь абсолютно не разделяю вы спросите как же все это получилось у меня есть на этот счет некая гипотеза имеется два вида опыта духовного мистический и оккультный мистический способен проникать в очень высокие пласты бытия оккультный попадает в первые же и тут застревает в астральный план как это называют оккультисты и в этом плане начинают черпать бесконечную информацию но этот план крайне обманчивый он весь полон иллюзорными такими формами и оттуда можно вычленить какие угодно космологии какие угодно иерархии какие угодно концепции я думаю что в этом была драма большинства оккультистов прошлого и настоящего мнение церкви приближается глобальной катастрофе экологической вы знаете вот когда говорят мнение церкви то у нас нету какого-то такого органа специального где было бы официально мнение церкви но по-моему все люди понимают что эта катастрофа результат неправильно неверонаправленного отношения человека к природе ведь в Библии сказано всякое дыхание дохвалит Господа все дышащее пусть ему хвалят и Псалом 103 говорит о творении как о чаде Божьем Бог заботится говорит Христос о каждой птице и мы перестали это уважать мы топчем и думаем что так хорошо но это мстит за себя и мстит горько значит надо начинать теперь экологическую этику внедрять людей слишком много нам надо начинать внедрять но отчаиваться нельзя опускать руки самое простое сказать ах все пропало все погибло мы разложились мы разрушились нет упорно бороться до конца бессимистам напоминаю басню про двух лягушек которые утонули в молоке вы помните наверное все эту басню ну вот как церковь христианский оценивает свои мрачные периоды охоты на ведьм значит официально католическая церковь в целом ряде текстов документов выступлений энциклик пап резко осудила все те средневековые эксцессы которые были в истории западной церкви в нашей церкви таких официальных документов не было но естественно православные богословы почти все говорили об этих вещах с глубоким отвращением как вы относитесь к движению общества мемориал и к тому что некоторые русские писатели отказались принять в нем участие во первых я не знаю по каким мотивам они отказались тут надо во всем разобраться во вторых я не изучал этот вопрос я знаю что есть мемориал я знаю что есть жертвы я сам дитя сталинского времени все это я видел все это я знал до всех мемориалов много лет тому назад и 20 и 30 лет тому назад и 40 лет тому назад я все это хорошо знал мемориал вещь оправданная достойная необходимая другое дело как это делается тут я просто некомпетентен так вы интересовались участвовавшим появлением участишь проявлением полтергейта можете ли вы что-нибудь об этом сказать могут ли эти явления возникать в хорошем духовно-нравственном климате семьи или дома связано ли это с утратами нравственно-духовными можно ли здесь помочь может ли помочь священник если пригласить его в избранный шумный шумным духом дом знаете такие явления наблюдались очень давно когда мне было 12 лет я читал книгу толстую вот такую изданную в 1890 году но во всяком еще и в прошлом веке в самом конце который назывался из области таинственного и там было описано масса подобных явлений нужно тщательно изучить их происхождение и только тогда можно какие-то сделать выводы поэтому поспешные суждения здесь я думаю неуместны бытие определяет сознание так ли это конечно так только какое бытие высшее высшее бытие оно и определяет как современному человеку понять и познать факт первородного греха по-моему это довольно легко потому что современный человек знаком хотя бы поверхностно с концепциями психоанализа которые указывают что уже в раннем возрасте у человека появляются склонности негатива это значит что человеческий вид не является видом гармоничным что миф о каком-то идеальном дикаре который дали от цивилизации такой прекрасный существует не соответствует действительности в человеке есть зло врожденное и христианство считает что это зло идет с первых же веков и тысячелет существования человека поэтому это далеко не миф ну что ж друзья мне кажется что как вы относитесь к произведениям таких авторов как Ренан ну я бы не сказал таких авторов конкретных Ренан Эрнест Ренан очень интересно писать он человек со спутанным противоречивым достаточно чуждым мне личным мировоззрением то ли пантеист то ли позитивист то ли агностик то ли скептик но историк он был талантливый писал он ярко очень субъективно многие его оценки публицистичны не подтвердились совершенно в дальнейшем исследовании кое-какие прозрения его оказались достаточно прорицательными в общем это историк публицист что касается его первой части истории христианства истории происхождения христианства Лавида Жизю в жизни Иисуса то там прекрасно передана обстановка среда но образ Христа у него так умолен так уничижен так опошлен я бы даже сказал что такой человек каким он изображен не мог быть основателем великой мировой религии которая потом родила полтора миллиарда своих последователей как вы относитесь к Блаватской ну Блаватская была отчаянная женщина конечно отчаянная очень одаренная конечно духов она каких-то чувствовала но у нее столько было шарлатанства что она производила разные чудеса там что это все очень сомнительно ее теософия является для меня чем-то очень вторичным надо стараться если интересоваться востоком брать подлинные древние тексты Упанишада Махабхарату Луньюи Джуанзы и это не надо все это популярщина такую переработанную пополам с европейскими оккультными штуками как вы пришли к вере когда приняли санк где учились надо сказать что христианином я стал так сказать рождение поскольку меня так воспитали но каждый человек если он и воспитан в христианской семье он все равно должен пройти через какое-то обращение открыть Бога для себя встретить его на своем собственном пути и у меня это произошло где-то в районе между 10 и 12 годами то есть к 12 годам это все завершилось и вот тогда я принял решение стать священником вот это было в 47 году вскоре после войны я помню что праздновали тогда тысячелетие 800-летие Москвы и я помню этот вечер когда я принял это решение это был теплый вечер то ли осенний то ли летний все мы вышли на улицу было темно но кругом горели огни и из-за каменного моста вдруг поднялась огромная голова Сталина и устремилась в черное небо и там повисло и на него были направлены прожекторы вот я глядя на эту антихристову голову все-таки думаю что я обязательно должен стать священником чтобы как-то противостоять таким вещам так вот так это и было а стали служить буквально через 10 лет то есть мне было 23 года всего вот с тех пор я и служил вот а где я учился я для собственного удовольствия окончил биологический факультет то есть факультет охотничьего хозяйства пушного института теперь он расформирован это просто мое хобби мое любимое занятие биология вот а потом заочно кончил семинарию в Ленинграде академии в Загорске вот и все мои университеты так ну что ж друзья отдыхайте спасибо спасибо всем спасибо спасибо может быть я кому-то ответил слишком кратко но я хотел все вместить чтобы не было неотвеченных каких-то записок я неотвеченных 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 Продолжение следует...